ну что вот и закончился этот феерический я бы сказал чемпионат мира сумасшедшее окончание гонки однако и здесь не обошлось без скандалов вчера вечером не стал выпускать это видео сразу после гонки решил все-таки дождаться окончания решения судей по самой гонки могу сказать что надоели вот эти вот писки от мерседеса как перес на уже довольно изношенных шинах софт сдерживал хэмилтона на свежих шинах hard оборонялся закрывал траекторию потом льюис опередил его серхио контратаковал вследствие чего прошел льюиса и льюис больше круга ехал за пересом на этом льюис потерял более пяти секунд в отношении к преследовавшему ему тогда ферстоп она и мерседес по радио связались с судьями и попросили дать предупреждение пересу и команде red bull за то что действия переса были очень жесткими но слушайте вы в гонках гоняетесь или вы бумажные кораблики пускаете а также просьбы mercedes по радио пожалуйста не выпускайте машину безопасности mercedes хочет чтобы судьи подыгрывали этой команде все сводилось к тому что льюис выиграет эту гонку потому как даже несмотря на то что перес оттормозил льюиса ферстопен догнал льюиса но все равно хамилтон стал уезжать от макса и все шло к восьмому титулу для льюиса до тех пор пока латифи не разбил свой болид машина латифи осталось стоять поперек трассы но тут уже без машины безопасности не обойтись и под машины безопасности ферстопен а также следом и перес заезжают в бокс и максу ставят софт а льюис почему-то проехал мимо заезда на пит-лейн почему mercedes так сделали непонятно однако потом по радио ли вы спросил почему мы не заехали на пит-стоп а его инженер сказал это было опасно потому что макс мог тебя опередить из-за механических проблем перес сходит с трассы что было довольно обидно хорошую работу перес проделал в этой гонке хотелось увидеть его тоже на подиуме и пока safety car возил за собой пилотов я просил пожалуйста safety car едь помедленней потому что я хотел чтобы быстрее очистили трассу и дали возможность гонщикам гоняться чтобы гонка закончилась в нормальном гоночном режиме они под желтыми флагами в режиме safety car странное решение судей показали сообщение что круговые машины те машины которые отстают на круг от лидера не могут обогнать лидера и safety car чтобы вернуться в круг вместе с лидером затем снова дают титр о решении судей о том что круговые могут обогнать safety car но только те которые физически находятся на трассе между ферстаппеном и льюисом однако позади ферстаппена там еще было несколько машин которые отставали на круг это немножко решение тоже стало странным но видимо это все сделали для того чтобы машина безопасности смогла уйти в конце пятьдесят седьмого круга с трассы чтобы один круг гонщики проехали в борьбе и машина безопасности конце пятьдесят седьмого круга сворачивает на питлейн напряжение зашкаливает макс держится на хвосте у льюиса и я думал что макс попробует перейдить льюиса шестому повороту пристроившись в slipstream на длинный прямой между пятым и шестым поворотом но макс ныряет на внутренний радиус в пятом повороте проходит льюиса просто невероятно потом вот успешно отбивает атаки льюиса и на следующий длинный прямой перед девятым поворотом занял внутреннюю траекторию льюис попробовал по внешней но шины были уже довольно старые льюису поставили эти шины на четырнадцатом круге более 43 кругов льюис проехал на этих шинах макс выигрывает гонку выигрывает чемпионат радости нет предела показали боксы mercedes где-то то просто кипел от злости но все это огорчило тот момент что mercedes после гонки продали подали два протеста первый протест касался действия макса в тот момент когда машина безопасности погасила свои сигнальные огни и должна была уйти из трассы льюис стал собирать за собой пилотон более плотнее перед рестартом ферстапен ехал бок о бок с льюисом и на какой-то момент переднее антикрыло машины ферстапена оказалось немного впереди переднего крыла льюиса но ферстапен тут же оттормозился второй второй протест mercedes подал по поводу разрешения обгона круговых машин было разрешено не всем круговым машинам опередить safety car а только тем машинам которые находились между хэмилтоном и ферстапен за этот момент тоже довольно спорный такой момент там оставалось 33 пилота рикардо стролл и шумахер так вот вчера было два слушания или можно сказать одно но с перерывом и в итоге протест по поводу того что макс обогнал льюиса на долю секунды этот протест судьи отклонили в итоге стюарды гран-при отклонили и второй протест mercedes цитирую рассмотрев различные заявления сделанные обеими сторонами стюарды постановили следующие статья 15.3 позволяет директору гонок контролировать применение автомобиля безопасности что как мы считаем включает его появление на трассе и уход с нее хотя возможно статья 48.12 была применена не в полном объеме по отношению к моменту возвращения автомобиля безопасности в боксы в конце следующего круга статья 48.13 над ней превалирует и когда появляется сообщение автомобиль безопасности уходит на этом круге safety car обязательно должен покинуть трассу в конце круга это все к тому что один из судей майкл массе принял личное решение дать обогнать лидера только тем отставшим на круг кто физически разделял на трассе ферста пена и лидирующего хэмилтона другие отставшие на круг гонщики такого разрешения не получили в mercedes ясное дело не согласились с решением стюарда в гран-при абу-даби которые не удовлетворили их протест насчет возможного нарушения спортивного регламента дирекции гонки и спустя несколько десятков минут как было официально объявлено о решении стюардов что и этот протест отменен спортивный директор команды mercedes рон мидоус вернулся к стюардам чтобы заявить о намерении подать апелляцию у mercedes есть 96 часов чтобы принять окончательное решение и документально оформить апелляцию конечно это очень прискорбно что судьба чемпионата может решиться вот таким вот образом что называется не на гоночном треке а в здании судейской коллегии будем надеяться что результаты останутся такие какие они были на финише гонки по эмоциям по накалу страстей пожалуй я могу это сравнить только лишь с 2008 годом когда казалось бы на финальном гран-при бразилии филиппе масса стал на несколько секунд чемпиона мира выиграв ту гонку а льюису хэмилтону чтобы выиграть чемпионат нужно было финишировать на пятой позиции последний круг льюис начал на шестой позиции и концу круга предпоследнем повороте он догнал пилота команды toyota тима глок и прошел его и в итоге финишировал на так необходимые ему пятой позиции для того чтобы опередить филиппе массу на одно очко как сам потом говорил филиппе масса самое печально это было видеть реакцию его семьи когда они уже начали радоваться праздновать чемпионство филиппе и буквально через несколько десятков секунд льюис приезжают под клетчатый флаг на той позиции на которой ему нужно финишировать чтобы выиграть чемпионат и в это время на лицах родных филиппе естественно разочарование но вот по накалу страстей по адреналину который был этот гран-при вернее даже последний круг этого гран-при последний круг этого чемпионата вот напомнил отдаленно тот 2008 год я оставлю ссылки под видео в описании где вы сможете посмотреть видео старта гонки когда льюис со второго места опередил макса который стартовал с пола плюс также атака макса на льюиса на первом круге когда льюис срезал следующий поворот плюс также последний круг и атака макса на льюиса и их борьба на протяжении двух длинных прямых а также посмотрите обязательно как перис красиво оборонялся от льюиса классные кадры а если вам понравилась эта рубрика то ставьте этому видео палец вверх пишите об этом в комментариях ну и не забывайте подписаться на канал нажать колокольчик чтобы не пропустить выход очередного видео до следующего видео